Что такое патриотизм в вашем понимании? Да у меня нет никакого, у меня вообще нет понимания патриотизма. Я считаю, что это лживое очень понятие, патриотизм. Точнее, в моем понимании, вот Родина, за что я должен любить Родину, в которой я живу? За язык? Так я языком обязан не Родине, я обязан языком моим родителям, которые меня научили русскому языку и великой русской культуре, которая про эту мою Родину писала такое, что эта Родина до сих пор, как говорится, в гробу переворачивается, Российская империя, я имею в виду. Быть патриотом, это, на мой взгляд, вообще язычество вот такой страны, как сейчас. Но если моя Родина будет Родиной справедливости и свободы, то я, безусловно, буду патриотом. Я буду патриотом идей, а не патриотом земли. Земля – это просто земля. Ты по ней ходишь, а потом ты в нее ляжешь. Или тебя сожгут, и ты поплывешь по ветру, пеплом там разносимым где-то. Константин Симонов хотя бы попросил его сжечь и развеять на том поле под Бобруйском, по-моему, где он впервые увидел немецкие сожженные танки. Вот человек показал, где его Родина. Его Родина, Константина Симонова, прекрасного советского поэта, писателя, была там, где он впервые увидел пример сопротивления советского народа. Страшной силе, которая пришла уничтожить советский народ. Не потому, что Сталин приказал, потому что люди решили сами, вот тут мы умрем, и сожгли 40 немецких танков подбили. Но не сожгли, подбили. И Симонов приказал на этом поле развеять его прах. Кто-то скажет язычество, кто-то скажет неправильно, а по-моему, это патриотизм. Поэтому мое отечество, как христианина, оно находится там, наверху. Мы не ищем города на земле, сказал апостол Павел, но вечно стяжаем града небесного. За это христиан сжигали, мучили и пытали. А я христианин. И я, конечно же, тоже не ищу города на земле. Какого отечества на земле я должен быть патриотом? Я патриот всех добрых людей. Я брат всех добрых людей, которые хотят жить по совести, по справедливости, хотят быть свободными. Хотите? Вы свободные люди, которые ищут справедливости. Мы сами вместе организуем жизнь. Это и будет нашей Родиной. А то, что нам начальство приказало, до фильмов про это снимало, до певцов нагнало, которые поют нам, что Издалека долго течет река Волга. Хорошая песня. Людмила Зыкина, великая певица. Я видел Волгу и люблю сидеть на Волжских берегах, под Казанью, или под Саратовом, или под Самарой, или в Юрьевце, или под Ярославлем, в Тутаеве. Обожаю просто Волгу. Слушайте, ну мне и, честно говоря, Сена нравится тоже. Я смотрел разные реки, видел Нил, видел тоже хорошая река. То есть это, если чувство Родины, это чувство бессознательного какого-то, которое по Юнгу где-то во мне должно вызревать, ну я стараюсь побеждать свое бессознательное.